Девочка-пай 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 Здравствуйте! Меня зовут Людмила Апалатова. Я главный тренер и основатель школы танца на пилоне «Лордэш-пулдэнс». Сегодня я хочу вам рассказать о базовых элементах «Пулдэнс». «Пулдэнс» — это акробатика и танец на пилоне. Первое, с чего стоит начинать занятие, это с разминки, естественно. Она занимает приблизительно 10-15 минут вашего занятия. Затем идет обучение новых элементов, трюковых, вращательных, как на динамическом пилоне, он является вращающимся, так и на статичных. И сейчас мы начнем с вами изучать базовый элемент, который называется «стучер». То есть, мы подходим максимально близко к пилону, мы прикасаемся животом. Руки вытягиваем наверх, либо можете взять возле грудей, у кого хватает сил, кто-то может взяться и пониже. Поднимаем ножки и садимся ножки крест-накрест, как на стуле. Опускаем ручки на коленку и сидим и первым. Это охлаждение нам нужно для того, чтобы наши мышки и наша кожа привыкнуть к трению пилона, то есть к его взаимодействию. Далее из этого элемента вы будете делать дальнейшие захваты ногами, опускание иголочкой такой. Вот это. Из этого элемента вы будете делать кучу различных элементов, таких как выходы под мышечку, раскладки, стоечки на руках различные. Поэтому к этому элементу вам нужно быть максимально привыкнутым. На первой стадии это, в принципе, гораздо-таки болезнь. Далее вам нужно будет научиться обязательно забираться на пилон. То есть подъем на пилон имеет два способа. Это уже для более плосок, кто побольше занимается. Это подъем на вытянутых руках. И далеко от дуона. Это вам понадобится для того, чтобы здесь было пространство, для того, чтобы можно было поставить сюда руку. Делать последующие лунки. Для новичков я рекомендую такой подъем, как вы делали в школьных, кто был в школьной, по канатам. Все были в школьной. Подъем по канатам, сосущей связи, руками и ногами. То есть мы встаем, подтягиваемся на руках, выгромяем ноги. Переставляем руки, поднимаем ноги и встаем. В принципе, от каната особо сильно не отличается, разве что пилон статичный. И вы будете чувствовать, что он вам, в принципе, помогает. Здесь подниматься легче, чем на канате. Так как канат очень подбегающий в кузне. Далее вам нужно будет научиться базовых круток. Крутки – это вращение вокруг пилонов. Берем со слабой ручкой сверху, левой – снизу, либо левой – тоже сверху. Делаем несколько шагов по кругу. Далеко от пилона. Если вы будете ходить здесь, как пилон, вас просто будет прибывать боком к ним. Вам нужно будет максимально далеко находиться от него. Не делайте несколько шагов и подкидывайте ноги. Главная ошибка новичков в изучении круток – это запрыгивание. То есть, если вы будете запрыгивать на него, у вас такой вот сырых. Вам будет прибывать кулон. Этого делать нельзя. Вам нужно на нем висеть, как на турнике. Свисать вниз. Почувствовать натяжение в руке и в плече. У кого слабый хват, у людей, которые не могут еще висеть на пилоне, на двух руках, на одной руке, понадобятся спандеры. Спандеры – это такие резиновые колечки. Выберете руки и качаете себе предплечье и кисти. Далее. Есть такое упражнение, как размножка, либо вертолет. Это тоже один из самых главных базовых элементов, так как с него вы потом переходите на более сложные элементы. То есть, отойдем мы на верху. Сейчас вам позвольте. Беремся ближней рукой к пилону. Это обязательно. Ближняя рука к пилону, в данном случае это правая рука, будет всегда ниже левой. Дальняя рука всегда выше ближней. Так как это момент натяжения тела. Мы опускаем как в весах, голову назад и ноги поднимаем наверх. Есть такая распространенная ошибка новичков. Это как встреча головной ноги вместе. При таком подъеме у вас ничего не выйдет. То есть, получается, это вот так. Это очень распространенная ошибка, поэтому вам нужно максимально делать как поворот назад. И представьте себе, как будто вы хотите достать ногами до пола. Мы подаем плечи назад, и ногами стремимся попасть на пол. Вот туда. Тянем высочку в пол. И то же самое, кому тяжело делать этот элемент сразу, мы пытаемся достать одной ногой до пилона. То есть, делается шаг. И одной ногой до пилона. И затем подтягиваем таз к пилону вплотную, выпускаем в голову, выпускаем в голову, выпускаем в голову. Далее, базовыми элементами считается также стойка на руках на пилоне. То есть, вы можете делать это с пилона, вы можете делать это с пола. Новички делают его в основном с пол. Правая рука сверху, либо левая. Вообще, нужно уметь стоять на двух руках одинаково. Нижняя рука перевернутая ладонь упирается в пилон. И локоть обязательно упирается в бок. Кто знает, где почки, туда и ставим. И убираем ножки. Корпус подаем немножко в открытую сторону. В данном случае, если у меня наверху правая рука, корпус мы подаем немножко влево. Это делается для того, чтобы... Я вам сейчас покажу. Для того, чтобы не было у вас вот такого вот разворота. То есть, чтобы не избежать поворота вправо, вам нужно подать корпус немного влево. И так тоже немного влево. Далее, это все производится высоко на пилоне. Еще базовым элементом считается стойка на руках внизу у пилона. Для новичков я рекомендую делать это сначала на локтях. Вы спускаете на коленки. Можете браться за пилон, можете не браться за него. Но руки далеко вперед нельзя ставить, потому что вам некуда будет деть плечи. Я в основном даю своим ученикам так, чтобы пальчики стояли на полу, так как вы сможете ими в будущем волонтировать. Мы убираемся плечом в пилон, в правом или в левом. Это без вазницы. Поднимаем таз наверх. Набираем ножку. И подпрыживаем. Берем этот пилон. И убираем обязательно вот так вот не стоять. Чтобы плечо не стояло на пилоне, его надо убрать. Вы касаетесь либо копчиком, либо с совершенствами пятками. Убирайте копчик. И стоим. Стоим в этой позе до тех пор, пока нам позволяют плечи. Пока позволяет кровеносная система, так как глазки будут наливаться кровью, будут не очень приятные ощущения, но это только на первых порах. Затем вы делаете то же самое, только на вытянутых руках. Когда вы почувствуете, что вам уже легко стоять, когда у вас уже укрепятся плечи, тогда вы делаете то же самое, убираетесь в пилон, только уже на кроме рук. Руки в один уровень с пилоном ставить нельзя, потому что вам некуда будет толкаться вперед. Нам нужно немножечко поставить руки ближе к себе. На ширине плеч пальчики брось, это обязательно, так как пальчики нужны для палансировки, я уже говорила. И толкаемся ножкой, цепляемся опять в этот нот, и опять же убираем плечо. И желательно смотреть на руки. Когда человек смотрит наверх, он теряет арестацию. Смотрим на руки, а не на дверь. Еще в арсенале блуденсера есть вращающийся пилон, то есть динамический пилон. Мы переходим к нему. Пилон находится на подшипниках, сверху и снизу. В принципе, это как сделает вас. Слезда, тока. Главная задача динамического пилона – это балансировка. Если вы не будете на нем балансировать, у вас будет кушаться голова в первое время. Для того, чтобы привыкнуть к этому, вам нужно будет делать вращение как на выкинутых руках, так и на стулчиле. Первая задача, которую дают основным новичкам – это обычная круга. Как мы делали на статическом пилоне, то же самое делаем на динамическом. Доберемся на руках вверх, 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 вверх. Делаем шаг и, свисая, поднимаем ножки и крутимся. Здесь совсем по-другому работает кисть. Здесь нет трения. Кисть ваша не заворачивается сама по себе. К этому моменту ваша кисть должна быть крепкой, потому что она будет вот так вот разворачиваться по кулону. Здесь. То есть, если у вас кисть слабенькая, кисть будет вот так вот выворачивать. Поэтому вам нужен уже здесь хороший хват. В принципе, пробовать нужно и пробовать нужно на две руки. Как на правую, так и на левую. Далее делаем тот же самый случай, как на статичном пилоне. Делаем залог. Максимально близко к желатому пилону. Садимся. Беремся локтем. И сидим. Вращаемся. Привыкаем к этой скорости. Главное условие в динамическом пилоне – это отступание от пилона и приближение к пилону. Чем дальше ваше тело находится от пилона, тем меньше вас вращает. Это всегда помните. Чем длиннее вы выставите ногу или руку, или элемент своего тела, тем медленнее будет вращаться пилон. Всегда запомните, что когда вы приблизитесь, вас будет очень сильно вращать. Поэтому вам нужны хорошие мышцы рук, естественно. Делаем перед этим отжимания и готовимся. Потому что будет немножечко потрясение. Сейчас я вам продемонстрирую, как динамический пилот работает с отдалением тела и с приближением тела. Смотри. Нога у меня находится далеко. И вот так, я кручусь медленно. Нога приближается, я начинаю крутиться быстро. И опять медленно. И опять медленно. В принципе, вот такое вот взаимодействие. То же самое произойдет, когда вы будете стоять вверх головой и пытаться залезть на пилон. Когда вы приблизите тело, вас будет очень быстро крутить. Когда вы остались, вы будете очень медленно. И опять же, вы приближаете. Вас хорошо крутится. Отдаляйтесь. Патрисы. Итак, сегодня я вам рассказала про основу пултенка, про базовые элементы. Я желаю вам удачи в изучении и покорении этого замечательного вида спорта и танца. Так что до новых встреч. Увидимся еще. Пока.